добрый день дорогие друзья сегодня мы приехали на альпийский квартал квартира 36 квадратных метров и начали от входа сегодня у нас первые первые шаги планировки неделя где-то потрачено на планировку легкая поправочка сразу планировку мы предлагали совершенно другую в корне отличающийся от но от ну от нашего видения конечно вот вот то что сейчас это что мы предлагали но жизненные ситуации они диктуют все такие свое видение поэтому конечно же мы скажем так отошли от всех норм которые можно было которое я вам часто говорю объясняю что коридор должен быть вот метров 40 метр 60 метр 20 то есть на что обращать внимание здесь нам пришлось все таки от этих норм уйти сами понимаете для того чтобы нам нужно из этого сделать двухкомнатную квартиру теперь смотрите первое здесь у нас будет спальня для взрослых и небольшая ниша для шкафа это это сразу да вот уже сейчас завезли сантехнику можно увидеть тут все разбросано валяется но тем не менее нам еще тут целая куча всего делать здесь будет кстати вот примерно мы когда при планировке мы пытались это все вывести в размеры потому что очень видно там нет подсветить нормально но я могу подсветить час быстренько для того чтобы было хотя бы немного понимания потому что у нас есть две кровати вот это и вот это это для детворы и нужно отдельную спальню сделать было для хозяин собственников да поэтому здесь еще нарастили вот эту стеночку не знаю ну короче все наращиваем все это в принципе с этой стеночкой я даже согласен вот ну короче выключаемся для того чтобы вот эту стеночку я бы должен отгородил для того чтобы не попадать сразу в спальню это тоже такое малоприятное ощущение когда ты из коридора заходишь сразу в спальню в общем отгородили нагородили коридор конечно же тот о котором я вам говорил что комфортный метр двадцать идеальный метр сорок но тогда у нас не будет шкафа а раз не будет шкафа значит опять печалька значит нам нужно сделать максимально эффективно было вот из того из того что есть так но зато но зато у нас шикарный санузел в котором это тоже очень много чего такого сделали распланировали но опять же рисунки есть нарастили стеночку для того чтобы здесь остановилась большая ванна потому что опять же детвора до читая спиной в общем все нагородили да когда будет уже более-менее стоять там электрика сантехника вот мы вернемся уже к этому будет более понятно сейчас все таки наверное особенности планировки как 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 можно сделать 36 квадратных метров да и при этом более-менее здесь нужно чтобы было какое-то понимание вот отдельной кухни мы уже передумали много мы думали сделать отдельную кухню побольше спальню то есть ну представьте неделю планировок неделю таскания блоков туда-сюда уезжание и обдумывание всех вот этих вот нюансов какой-то пропущенный звонок так и у нас ну представляете себе сколько всевозможно разных было планировок и решений для того чтобы было да то есть мы и эту стену использовали потом эту стену использовали но у нас очень много много было разных решений но есть еще технически вот например мойка должна быть только в этом углу исключительно потому что здесь стена монолитная вот и соответственно я не могу трубу спрятать это значит во всей во всей кухне должна быть какая-то фальш панель это значит мы не сможем сюда никуда не приткнуть печку потому что она просто не станет из-за канализационные трубы вот вот на что вам нужно один из критериев на которые нужно всегда обращать внимание то есть мойка должна быть если монолитная стена максимально к углу чтобы труба здесь закончилась и мы не спрятать не можем кстати по поводу спрятать канализационные трубы в пятом корпусе у нас есть заказчица наталья так вот мне выставили претензию о том что мы спрятали канализационные трубы в стяжку то есть представь я борюсь за каждый миллиметр до чтобы спрятать эти трубы куда-то их заштрабить куда-то их спрятать она говорит нифига останавливаяся все остановили ремонт потому что кто-то я не знаю где на эту информацию взяла кто-то сказал что канализационные трубы должны быть наружу а электрику надо тоже всю внешнюю делать если ну если ну труба значит должен быть доступ значит электрики тоже типа нельзя пускать ее нигде не по стене спускать спускать и не дай бог по полу не дай бог но только по потолку и по стене внешней пускать гофы и хорошо и вопрос тогда распред коробки так вот тоже нельзя прятать под потолком их надо тогда выносить наружу то есть да да но человек реально понимаешь если я сейчас вопрос о доверии и недоверии то есть например люди которые смотрят youtube до которые мы объясняем да вот как с раковины что я не могу спрятать эту трубу мне надо вот тут там да но нарастить я не могу потому что у меня вот 530 вот он размерчик видишь и тоже да мы как мы сегодня с утра говорили что мы боремся за каждый сантиметр понимаешь и в оконцовке меня мне рассказывают о том что я неправильно делаю свою работу понимаешь я не могу понять на чем основана даже это мнение и тем не менее мы с этим сталкиваемся понимаешь для меня какие-то простые обычные вещи они загоняют меня в тупик я андрюха не знает что ответить я также теряюсь и горну мы же наоборот должны все это сделать он говорит нет надо достать их оттуда то есть в принципе я могу их достать это не проблема но зачем в общем да такой риторический вопрос это зачем прятать трубы канализационные да если я я не знаю друзья вот ну здесь здесь вот столько людей столько и мнений да по ходу и причем я же говорю у нас столько вопросов я говорю вот обратите внимание давайте давайте так обратите внимание отсутствие подоконника я могу сказать что некоторые застройщики подоконники ставят сразу давай давай так форме диалога допустим если нет подоконника кто его покупает потому что это чистовой как бы материал то есть он не может идти в черновом матери у наталья он говорит нет у нас в екатеринбурге сдают вот с подоконниками вы должны это сделать мне что делать и желательно мраморный до дикий камень мрамор вот ну как бы это не было смешно но тем не менее у людей вот такое мнение понимаешь то есть я должен это сделать ну вы же берете хорошие деньги типа за ремонт да мы берем хорошие деньги ну так мы обращаем внимание на другие ну мы даем людям комфорт действительно вот в самом ремонте даже комфорт он обозначается уже как комфорт класс то есть ты получаешь комфорт то есть вот сегодня только что собственник этой квартиры вот надежда андрей поехал привез но вот собственник который даст на откуп это либо застройщику либо рабочим да какой подоконник он получит ну да у самой самой дешевый до самой дешевой заказчика ну я вот сейчас до чтобы уйти от конфликта я сказал говорю давайте это наталья я ну я просто вот забудьте про все я вам самые дешевые подоконники поставлю она сказала хорошо я вот на всю квартиру 80 квадратных метров я 12000 ну как скажем так от себя отрезал кусочек да для того чтобы ну пускай это будет ладно но зато мы решили конфликт но сейчас с трубами это ну да да ладно отвлеклись чуть от темы в общем друзья обратите внимание что мойка должна быть максимально вот к углу 200 с 200 миллиметров я оставляю специально для того чтобы можно было ставить чистящие средства какие-то удобно до поставить сюда то есть такой технологическое расстояние технологический зазор для тряпочку мыльницу мочалочка вот у меня дома такая крепушка такая знаешь в которую просто вставляется мочалочка очень удобно она самоклейка aliexpress китайцы рулят вот прилепил вставил все шикарные все возле моечки то есть ты всегда можешь взять помыть протереть если где-то накапала да с нее там всяко бывает жизни вот дальше здесь у нас конечно планировалось изначально большие раздвижные двери для того чтобы было пространство и оттуда и оттуда но опять же опять же видение чуть поменялось так что теперь теперь кровати кровати у нас получается одна будет кровать здесь стоять 2 кровать будет здесь стоять она но это детские кроватки которые может быть одна будет вот так стоять 2 вот так стоять будет то есть мы планировки были вот вот планировка вот планировка кровати 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 мы все расписывали и сейчас буквально вчера я встречался с представителями застройщика но не буду говорить какого тут дело не в этом и некоторые из тех людей на которых мы работаем да скажем так с которыми у нас хорошие партнерские отношения делают квартиры себе мы также застройщику делаем сейчас делаем помощником застройщика то есть люди видят просто отношения к ремонту да и они готовы заплатить там на 1000 рублей там больше чем например это делают это гастробайтеры да но тем не менее вот они хотят получить вот этот самый комфорт так вот говорит серёж а как же я без дизайнера как же я вот так я объяснил схему и знаешь вот у человека просто понимание а как же электрика как же сантехника то есть люди в принципе они не видят что мы это все делаем я говорю вот давай так я зайди на youtube пока будешь это вечером перед сном просто по одному видео просто просматривать игре отпадут все вопросы абсолютно то есть нужно просто вот взять за правило посмотрел youtube выбрал для себя актуальную тему находишь допустим как планируется электрика у нас есть там 30 видео как планируется электрика без дизайнера как планируется она гордну там же шут столько-то столько-то квадратных метров вот ну проще говорит 28 там проще так я вчера попал в такой тупик с 26 квадратами что у меня короче я поймал клина то есть я попробовал 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 разные планировки я понимаю что мне некуда кровать поставить и все и тупик понимаешь и я и так и сяк никак я раз никак мы с андрюхой два часа перекладываем блоки а решение нет и она не приходит у меня тут они влазит а это не влазит а кровать получается тупо она проходит и вот с 26 иногда я вам скажу там намного больше проблем чем с 80 квадратными метрами потому что 80 квадратов распланировать намного легче и проще чем иногда 26 квадратов так что имейте ввиду что с малыми площадями всегда всегда есть какой-то маленький нюансик вот поэтому я думаю что скорее всего что на малых площадях нужно поднимать стоимость квадратного метра потому что с малыми площадями проблем намного больше чем с большими работа в принципе также время высыхания не поменяю а человек едет по этим нюансом и как-то вот я уже слышал что допустим тот же там земсков или что ну они вообще красавцы они от 50 квадратов только берут ремонт и вот но а кто же тогда будет делать 20 квадратов приезжие то есть ну градация вот это не очень мне кажется корректно вот но можно сделать небольшой зазор короче в в деньгах да для того чтобы поставить там на 1000 рублей скажем так больше именно на малых площадях там до 30 квадратов вот но это по крайней мере будет хотя бы справедливо в общем друзья не знаю напишите что вы об этом думаете потому что ну проще отказаться чем пойти что-то делать в общем друзья на этом наверное все я с вами прощаюсь не забудьте подписаться на инстаграм ссылочка в описании и всего доброго пока пока